Всем привет, дорогие друзья, с вами Криптер, добро пожаловать на канал о Крипте. Ну что, сегодня хочу всех поздравить, кто участвовал в Moonbeam, будь то используя модуль краудлоуна, закидывал свои токены DOT в краудлоун Moonbeam, либо участвовал в ивенте, который назывался TakeFlight, то есть комьюнити продажа. Я думаю, что каждый из вас очень доволен тем, что все-таки ему удалось поучаствовать в распределении токенов Moonbeam, потому что торгуется он достаточно на высоких отметках, сейчас торгуется в районе 12 с копейками долларов, поднимался недавно на уровне 15 долларов, ну а на некоторых биржах в самом начале можно было видеть и по 20, и по 30, и по 40 долларов, и даже по 50. По сути, в принципе, можно было и по 20, и по 25 слить на том же самом Кукойне, либо на том же самом Бинансе. Да, если не слили, в принципе, можно закинуть в стейкинг, там сейчас очень большой процент, пока другие не повкидывали. Ну вот сегодня в этом видео хочу немножко поговорить по поводу этого проекта Moonbeam, что от него ожидать в дальнейшем, какие у него перспективы в принципе, да, и какие отметки мы можем в дальнейшем увидеть. Да, несмотря на то, что сейчас не так много токенов на рынке, потому что комьюнити продажа она была, и сейчас эти токены в локе, и через 40 дней будет разлок. Через 40 дней, сейчас уже немножко меньше, то есть 20 февраля еще 100 миллионов токенов, еще 10% они будут на рынке. Пока на рынке небольшое количество, из краудлоуна только 30% выдали, остальные будут выдаваться на протяжении 96 недель, то есть фактически 2 года. Плюс ко всему сейчас еще разлочены токены Treasury, сокровищницы 5%, фонд развития экосистемы и программы ликвидности. Но фонд развития экосистемы, сокровищницы и программы ликвидности, понятно, что эти токены, несмотря на то, что они разлочены, их как бы в обороте по сути нету, на то это и фонд, на то это и программа ликвидности. Программу ликвидности еще не запустили, и по поводу фонда развития экосистемы, тоже токены будут выдаваться частями для определенных целей. А все остальные токены, они находятся в вестинге. Так вот, токен Glimmer Moonbeam оказался самым успешным кейсом во всей экосистеме Polkadot и экосистемы Kusama. На Kusama это у нас был Moonriver, тоже очень круто выстрелил, дал огромные просто иксы, а Moonbeam, конечно, дал гораздо меньше иксов, ввиду того, что, во-первых, сам Polkadot, у него больше капитализация, очень много токенов DOT залочили, и очень маленькое было распределение. Вначале они хотели выдать всего лишь 10% токенов на краудлоун, а уже после краудлоуна, уже постфактум, сказали, что мы еще 5% вам накинули сверху. И если бы они изначально сказали, что 15% будут распределять на краудлоун, возможно, больше бы людей залочило свои токены DOT. А ввиду того, что изначально было 10%, но много токенов DOT было закинута, соответственно, как бы награда была не очень очевидной. Не все люди решились на то, чтобы залучить свои токены DOT на 2 года. Что совсем не скажешь о публичной продаже для комьюнити, потому что здесь реальный был аттракцион щедрости. Стоимость токена на продаже публичной была 25 центов. Максимально можно было выкупить во всех трех раундах, если вам посчастливилось попасть в три раунда, можно было выкупить 7,5 тысяч долларов авокацию, это 30 тысяч монет. 30 тысяч монет по цене 13 долларов, вы сами понимаете, какие просто бешеные результаты. Но не всем удалось поучаствовать во всех трех раундах. Но те люди, которые закидывали в краудлоун Moonbeam, им была гарантированная авокация, по крайней мере, в первом раунде. То есть 2,5 тысячи долларов по цене 25 центов можно было спокойно занести, без каких-либо очередей, без каких-либо проблем. Но не стоит забывать, что токены с продажи еще в локе, и 20 февраля 10%, 100 миллионов токенов будут разлочены, и, возможно, люди захотят фиксировать прибыль, и, возможно, мы увидим очень большой слив. Но сегодня же я хочу поговорить, в принципе, о перспективе этого проекта. И стоит ли держать эту монету, стоит ли ее выкупать на сливе, стоит ли ее сливать, либо стоит все-таки держать. Возможно, это гэм, который еще себя окончательно не реализовал именно в плане цены токена. Отталкиваться в этом видео я буду от заявлений двух известных фондов, потому что я с ними солидарен. Это фонд D1 Ventures, D1 Ventures и Errington XRP Capital. Errington XRP Capital один из крупнейших фондов, я думаю, что все знают, в какие проекты они заходили, и какое у них есть влияние на рынок. Начнем мы вначале с D1 Ventures. Что эти ребята пишут? Что Moonbeam это один из самых ожидаемых EVM чейнов, блокчейн первого уровня, и в том числе еще и парачейн, который только что запустился. И, скорее всего, эта платформа даст больше всего возможностей для разработчиков, чтобы они создавали что-то интересное прямо сейчас. И также здесь говорится по поводу EVM, или виртуальной машины эфириума, что она доказала временем свою работоспособность, и также доказала, что она очень привлекательна для разработчиков. И, в принципе, если совместить все EVM чейны, количество золоченных средств в долларовом эквиваленте это десятки миллиардов долларов. И здесь D1 Ventures уже начинает рассуждать, а чем же тогда Moonbeam отличается от других EVM comparable чейнов, то есть чейнов, совместимых с виртуальной машиной эфириума. Так вот, если мы возьмем тот же Avalanche, Binance Smart Chain, тот же Phantom, либо Polygon, бывший MATIC, это, во-первых, самостоятельные сети, у которых есть совместимость с виртуальной машиной эфириума, и которые сейчас в основном ведут себя как некие вампиры. То есть они перетягивают ликвидность с эфириума себе на чейны, потому что у них совместимость с виртуальной машиной эфириума, и потому что они предоставляют очень большие пулы наград для того, чтобы ликвидность перетекала. И некоторые, такие как Binance Smart Chain, либо Polygon, предоставляют большую масштабируемость, при этом жертвуя децентрализацией. Moonbeam это не самостоятельный чейн, это парачейн, то есть он находится под защитой реле-чейна Polkadot, у которого у самого большая капитализация, больше, например, чем у Avalanche, чем у Phantom и чем у того же MATIC Polygon. И помимо того, что он может брать ликвидность с виртуальной машиной эфириума, то есть нативные активы на эфириуме, они могут перетекать на Moonbeam, Moonbeam еще может брать ликвидность со всей Polkadot-овской экосистемы. Это, во-первых, сам Polkadot с многомиллиардной капитализацией, ну и также потенциально десятки парачейнов, у которых будут свои нативные токены, свои стандарты токенов и токены других приложений. И все это будет совместимо с Moonbeam, потому что Moonbeam как парачейн будет совместим со всеми другими парачейнами. То есть Moonbeam может привлекать ликвидность как из EVM-чейнов, так и со всей экосистемы Polkadot. Ну и также важно понимать, что разработчики, самое большое количество разработчиков, конечно же, на данный момент это разработчики Solidity. У эфириума самое большое количество разработчиков, но вы можете заметить, что Polkadot, он очень сильно развивается и очень быстро догоняет эфириум. И возможно в течение нескольких лет он даже обгонит эфириум, потому что все-таки Solidity, да, это язык смарт-контрактов, который был придуман Гевином Вудом, который разрабатывает Polkadot. Но Polkadot строится на Rust, а Rust это низкоуровневый язык, который можно использовать не только для смарт-контрактов, а для построения блокчейнов и каких-то других низкоуровневых программ. Moonbeam, он опять-таки объединяет в себе силу виртуальной машины эфириума языка Solidity и также силу фреймворка Substrate, потому что он построен на субстрате с помощью того же Rust. И, например, разные палеты или разные модули на Moonbeam, они могут строиться с помощью Rust и, соответственно, могут привлекать разработчиков Rust, разработчиков экосистемы Polkadot и также привлекать разработчиков экосистемы эфириума. То есть здесь лучшее из обеих миров соединяется в одном парачейне. Представитель Errington Capital тоже акцентирует внимание на том, что это не просто очередной EVM-сайдчейн либо EVM-блокчейн. Moonbeam наследует абсолютно все возможности Polkadot, а Polkadot это мультичейн фреймворк. И здесь также Errington Capital говорит о том, что что будет в принципе со всеми этими EVM-чейнами, когда эфириум достигнет эфириума 2.0 полной реализации, полной имплементации. Возможно, все эти чейны, сайдчейны, либо другие эфириум чейны, они просто не будут нужны, потому что сам эфир 2.0 он будет решать все проблемы масштабируемости, проблемы децентрализации и так далее. И вот Moonbeam, несмотря на то, что эфириум 2.0 может в будущем преуспеть, Moonbeam не просто затеряется среди вот этих ghost-чейнов, на которых уже ничего не будет происходить, потому что он является частью экосистемы Polkadot. Также стоит заметить, что у Moonbeam реализованы такие функции, такие возможности, о которых эфир 2.0 может только мечтать. Первое это ончейн управление, когда все решения принимаются ончейн, что позволяет очень быстро развиваться блокчейну, не так как в эфириуме. Вы хотите что-то внедрить, новую технологию, одни согласны, говорят да, другие говорят мы подумаем, третье, ну вы знаете, может быть лучше это. А потом майнеры или валидаторы вставляют свои 5 копеек и говорят, что мы не хотим внедрять это нововведение. Это первое. Второе, возможность обновлений без каких-либо форков. То есть если было принято решение сделать какой-то апгрейд с помощью ончейн управления, то этот апгрейд делается со следующим блоком. Мгновенно, грубо говоря, сейчас это старый блокчейн, через минуту это уже новый блокчейн с новыми функциями. Такой возможности нет ни у одного существующего ныне блокчейна. Ну и также возможность взаимодействовать, общаться с другими парачейнами. То есть Moonbeam может делать абсолютно все, что могут делать Ethereum и другие Ethereum совместимые чейны. Плюс ко всему гораздо больше может делать то, чего в принципе не могут делать ни Ethereum, ни другие EVM чейны. Никас из Errington Capital забавно написал, что фактически Moonbeam это ставка на EVM и также одновременно хедж против Ethereum 2.0. Потому что скорее всего Polkadot разработает свою экосистему, которая не будет зависеть от успеха либо неудачи Ethereum 2.0. И также здесь еще говорится, что возможно, но это просто их предположение, что вот этот парачейн может стать круче самого Polkadot, мамочки либо отца этого парачейна. И здесь расписывают то, что случилось с Терой, которая в принципе создана с помощью фреймворка космоса, атома. Но при этом капитализация Луна, Терра сейчас гораздо выше. Капитализация Терра сейчас на 9 месте, более 30 миллиардов, а если мы опустимся ниже, то космос у нас только на 20 месте с 11,5 миллиардами капитализации. Я, конечно, не верю в такой расклад. Возможно, в самом начале, пока токенов не так много на рынке, да, стоимость токена может быть больше. Но чтобы капитализация Moonbeam стала выше капитализации Polkadot, здесь, конечно, нужно, чтобы что-то прям серьезное произошло. Ну и раз уж мы заговорили о капитализации, давайте поговорим о перспективах роста проекта Moonbeam. Сразу же говорю, это всего лишь мое мнение, не финансовый совет, принимайте свои личные решения. Как по мне, Moonbeam спокойно может по капитализации потягаться с тем же Фантомом, у которого сейчас капитализация более 7 миллиардов. Спокойно может потягаться с Полигоном, потому что Полигон, как по мне, это централизованный кусок говна, который сделан индусами, который высадили абсолютно всех и потом очень сильно пропампили свой проект. И сейчас у них большие проблемы с комиссиями, несмотря на то, что Полигон дешево стоит, уже иногда можно платить нормальные деньги за комсу. И я думаю, что Moonbeam спокойно может потягаться по капитализации с Полигоном, у которого капитализация более 16 миллиардов. Ну и также Moonbeam спокойно может догнать тот же Avalanche, который очень агрессивно сейчас развивается, именно с уклоном на EVM. То есть они разрабатывают разные программы ликвидности и раздают сотни миллионов долларов за то, что просто ликвидность с Эфириума и других Эфириум чейнов перетекала на Avalanche. И капитализация практически 23 миллиарда. Для оценки потенциального роста Moonbeam давайте возьмем за основу что-то среднее. Давайте возьмем капитализацию Полигона. Сейчас это более 16 миллиардов. Через 12 месяцев на рынке будет более 50% токенов Moonbeam. То есть в районе 55%. Если мы возьмем 550 миллионов токенов Moonbeam, возьмем капитализацию Полигона, то есть стоимость токена при такой капитализации должна быть в районе 30 долларов. Сейчас у нас 12-13 долларов. То есть это фактически 2,5-3 икса. Плюс ко всему там есть награды за стейкинг. И плюс ко всему уже запущены разные формилки, где можно использовать свои токены Moonbeam. Почему я ориентируюсь всего лишь на год? Потому что на Moonbeam уже строится более 80 проектов и на самом деле экосистема очень большая. Плюс ко всему команда сказала, что они уже разработали свой новый стандарт токена, который называется XC20. Версия ERC20 только на Moonbeam и на Moonriver. Сперва запустят это на Moonriver. То есть мы увидим Kusamu, который можно будет хранить на MetaMask. И увидим токены Remark, которые также можно будет хранить на MetaMask. После этого то же самое запустят уже на Moonbeam. И мы уже сможем использовать XC DOT и другие XC токены парачейнов. Также хранить их на кошельке эфириума на сети Moonbeam. И также пользоваться всеми преимуществами децентрализованных бирж. Потому что на данный момент DOT нельзя никаким образом децентрализованно продать либо купить. Только на централизованных биржах. Если после разлока токенов 20 февраля его задампят ниже тех же самых 8, 7, 6 долларов, то я скорее всего буду подкупать. Продавать токен ниже вот этой отметки, которая сейчас находится, я пока не планирую. Планирую продавать только выше вот этих вот локальных хайов. Например, там в районе 18-20 я какую-то часть бы продал. Но буду смотреть. Если его сильно задампят, то я просто закину в стейкинг и буду ждать лучших времен. Плюс ко всему, я думаю, что проект будет развиваться семимильными шагами. Ввиду того, что у команды уже есть опыт запуска такого же парачейна, только на кусами. То есть это не то, что команда делает это впервые. И возможно какие-то баги, что-то делается через одно место и так далее. Мало того, многие фонды даже были удивлены, почему Moonbeam так быстро запустился. И настолько все было четко сделано без каких-либо проблем, без каких-либо багов, без каких-либо нежданчиков. На самом деле это все потому, что уже есть опыт запуска. И фактически процесс запуска такой же самый, как на кусами, так и на Polkadot. Ну что, друзья, надеюсь, что видео вам понравилось, было вам полезным. Обязательно подписывайтесь, комментируйте, ставьте лайки, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить следующее видео. Пишите в комментариях, что вы думаете по поводу Moonbeam. Будете ли холдить, планируете ли подкупать, планируете ли сразу же сливать. Очень интересно ваше мнение. Всем еще раз спасибо и пока.